Портрет Абая Кунанбаева, а также строки из его слов назидания в честь вновь утвержденного праздника появились на стене в учреждении ЕС-164-3. И это творение – дело рук осужденного Кайруша Айтбаева. За колючей проволокой побывала наша съемочная группа. По фотографии рисовал его. Я отходил в сторону, подальше смотрел, разглядывал чаще все, как она у меня ведет, форма лица. Автор портрета Кайруш Айтбаев подошел к его созданию со всей ответственностью, ведь это его первая работа такого масштаба. До того, как попал в места лишения свободы, мужчина всегда любил рисовать или делать подделки, в основном вместе с дочками. Кайруш осужден за умышленное причинение вреда здоровью на три года. В год 175-летия Абая Кунанбаева весной мужчина уже делал статуэтку великого Акына. Теперь решил нарисовать портрет. В администрации поинтересовался, они говорят, ну если рисуй, если есть желание его нарисовать. Я потом взял, они мне дали краски, все необходимое, кисточки. Начал рисовать сначала вот ребята другие здесь, вот здесь они работают, они подготовили стену, все здесь как надо. Потом я расчертил здесь, набросал контуры вот эти наброски, чтобы легче было рисовать красками. В учреждении творчество осужденных одобряют и даже поощряют. Тем более, что этот год щедр на юбилеи великих людей. Планируется также на сцене одного из зданий сделать изображение и еще одного казахского мыслителя. С первых дней отбывания наказания он изъявил желание заниматься творческой деятельности в учреждении. Для этого вступил в добровольную секцию осужденных, секцию правопорядка, прикладного искусства и художественной самодеятельности. В данной секции у нас порядка 20 осужденных находят, которые занимаются изготовлением подделок из дерева, из металла, из гипса. В дальнейшем вот тоже в его планах есть к 1150-летию Аль-Фараби тоже в таком же ракурсе сотворить его портрет. На изготовление портрета автору понадобилось два дня. А рядом расположились, конечно же, слова назидания Абая. Кстати, именно здесь, в местах лишения свободы, начинаешь понимать истинную глубину сказанного Абаем, говорят заключенные. Екатерина Белоусова, Реймбек Бегужаев, Служба новостей.